Добрый день, дорогие слушатели! И сегодня мы продолжаем цикл передач про финансовые мошенников. Сегодня эта тема нашей передачи «Финансовые мошенники. Обманулся как дитя». Именно эту тему мы хотели бы сегодня рассмотреть, потому что она настолько злободневна, она очень интересна. И для вас, для молодых слушателей радио, хотелось бы рассказать, какие камни вы можете встретить на своем пути в сфере обращения со своими личными финансами. И сегодня у нас в студии представитель и органов внутренних, и, соответственно, представитель мегарегулятора рынка. Дмитрий Ваилена – это эксперт отделения Иркутск, Сибирского ГУ Банка России, и Александр Сверлов – сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области. Добрый день, дорогие друзья! И тема наша тем интереснее, чем страшнее последствия. Поэтому, конечно, вопрос первый, наверное, Александру. Насколько финансовые потери нашей, допустим, области, нашего региона? Вы можете рассказать, какая статистика в этом вопросе? Сразу с цифры начнем? Да. На сегодняшний день мошенники в этом году похитили у жителей Иркутской области свыше 600 миллионов рублей. То есть больше полмиллиарда – это официальная цифра. Созмеримо, наверное, с бюджетом какого-нибудь города. Ежедневно в полицию Иркутской области поступает порядка 15, ну, до 15 сообщений о такого рода преступлениях, связанных с высокими технологиями. Обычно это либо звонки, либо обман через интернет. В том числе часто обманывают и студентов. Нельзя говорить, что есть какая-то определенная группа граждан, которые так или иначе более подвержены мошенничеству. Если несколько лет назад мы говорили, что пенсионеры, например, могут быть более доверчивы, более располагать к этому. Сегодня это совсем не так. Так, вот буквально вчера в полицию обратился один из иркутских студентов, одного из иркутских вузов. Пришел и рассказал о том, что у него мошенники похитили 4,5 тысячи рублей. Как это было? В социальной сети ВКонтакте он получил сообщение от своей знакомой, подруги, которая написала ему «Займи денег». Ну и он просто перевел ей 4,5 тысячи рублей, а в последующем перезвонил ей и спросил, ну как, дошли? Оказалось, что деньги дошли, но не туда. Страница девушки была взломана и деньги похищены. Это одна из типичных историй, в которые как раз попадают студенты. Это еще относительно небольшая сумма. Есть история, также около месяца назад, провершедшая с одним из иркутских студентов, который лишился свыше 100 тысяч рублей, которых у него даже не было. Он оформил этот кредит, теперь достаточно долго будет его выплачивать. Тоже поступил звонок якобы от сотрудника банка. Уверенным голосом сказали, что сейчас в отношении вас совершается мошенничество, но вы не переживайте, все под контролем, сотрудники банка внимательно за всем бдят и следят. После ему перезвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, также представился, назвал свою выдуманную должность и звание. И попросил четко сотрудничать и выполнять все действия, которые просит от него. Вот тот самый, якобы первый позвонивший сотрудник банка. Молодой человек поверил, выполнял все требования, в результате чего оформил так называемый зеркальный кредит. Я думаю, что специалисты банка потом подскажут, что такого термина наверняка нет. Ну, тем самым считал, что не дает мошенникам обмануть его, оформить на него кредит. Ну, поверив, лишился этих самых денег. Вот такие истории, они случаются практически ежедневно. И здесь очень важно, конечно, чтобы люди понимали, знали, какими инструментами, финансами они владеют. И себя обезопасить. Как себя обезопасить, как правильно проанализировать ситуацию, ну и быть осторожным. Спасибо, Александр. Вопрос к Елене, как представителю мега-регулятора рынка. Я думаю, как раз вот вы также собираете информацию о том, какие способы мошенничества существуют, и несете просветительскую функцию, чтобы предупредить людей о том, как не попасться в сети мошенников. Расскажите вот об опыте работы именно вашего отделения, вот направлении предупреждения, просвещения, ну, любого способа обезопасить людей от финансовых мошенников. Да, действительно, мы проводим такую работу и узнаем о новых способах непосредственно от лиц, с которыми мы проводим мероприятия по финансовой грамотности. Это как раз лица не только старшего поколения, да, действительно, старшее поколение, серебряный возраст, так называемый. Он наиболее подвержен рискам финансовых мошенников. Они очень доверчивы, они доверяют, как якобы представителям каких-то государственных структур, которыми представляются мошенники и порой, конечно, совершают ошибки и переводят им средства. Также они верят в те звонки, которые поступают, когда их начинают рассказывать, что произошла ситуация какая-то неприятная с их близкими, знакомыми. Просто пожилые люди, они быстрее впадают, так сказать, в ступор, они, как я говорила, очень доверчивые. И не проверив информацию, просто следуют тем указаниям, которые мошенники им говорят совершать. То есть переводить средства для того, чтобы спасти какого-то родственника, близкого человека. И сейчас, конечно, еще очень часто мы слышим, когда проводим мероприятия для взрослого населения, для сотрудников предприятий нашей Иркутской области, и которые также рассказывают о тех ситуациях, которые с ними произошли. Ну, прежде всего, это сейчас, по-моему, даже уже и любой может сказать, что поступают звонки от якобы сотрудников банка, которые рассказывают какие-то ситуации, которые произошли, например, с вашей карты. Там либо оформлен кредит, либо переоформлен оператор мобильного телефона, к которому подключен мобильный банк и так далее. То есть вариаций очень много, они постоянно меняются. И уже, по-моему, вот эта вот армия мошенников, это вот, судя по всему, это вообще многотысячная уже, по-моему, армия вот этих лиц, которые столько звонков совершают. У них, конечно, и супертехнологичное оборудование, которые суперпоставленные голоса, вот эти методы социальной инженерии, которые они обычно применяют, они, я считаю, феерично владеют, потому что много информации они преподносят таким образом, что, конечно, вызывает у людей доверие, и люди ведутся на эти ситуации и вот совершают, переводят им свои кровные. То есть это хорошие психологи, финансовые мошенники, хорошие психологи. Скажите, пожалуйста, вот можно какой-то дать, знаете, как словесный портрет этого мошенника? То есть кто это? Ну, почему я такой вопрос задаю? Потому что у многих в образах есть, что это люди, которые сидят... Зэки. Да, зэки, да, которые вот сидят с телефонами, они ничего не занимаются, да, делать нечего. Вот они сидят и обманывают доверчивых граждан путем совершая звонки именно с мест, да, вот своего заключения. Или меняется портрет мошенника, и они становятся немножко другими. Такие случаи, о которых вы рассказываете, действительно были. Встречались люди, которые, находясь за решеткой, используя те или иные гаджеты, обманывали граждан, встречались, но в большинстве случаев, на самом деле, это далеко не так. Это люди, которые готовятся, тщательно готовятся и планируют свои преступления. Это люди знающие, у них... Они хорошо разбираются в современных технологиях, возможно, больше, чем многие из нас. А помимо этого, как правило, это достаточно молодые люди, в том числе и среди студентов. Вот я бы хотела, Александр, чтобы вы отдельно остановились на этом пункте, да, про уголовную ответственность за данные преступления, чтобы студенты не рассматривали это как способ заработка для своих нужд. Что какая ответственность за это существует? Действительно, ответственность достаточно серьезная. Это, ну, уголовная статья. Не хотелось бы, я думаю, ни одному молодому человеку начинать свою профессиональную жизнь именно с таких моментов. Буквально на прошлой неделе я сам лично общался с таким студентом, который оказался втянутой в эту схему, хотя сам об этом практически не знал. У мошенников, ну, это достаточно сложная же, многоступенчатая схема, в том числе, вот, например, как приводила коллега, звонок от якобы родственника, попавшего в беду. В этой ситуации часто мошенники используют именно студентов для того, чтобы передавать деньги. Курьеры. Это курьеры. Да, курьеры или на их языке дроперы. Люди, которые собирают эти деньги, а потом переправляют их, собственно говоря, самим исполнителем. За вознаграждение, я так понимаю. Ну, за какое-то вознаграждение. Причем вот этот молодой человек, он думал о том, что он занимается вполне себе легальным каким-то делом. Он искал работу программиста, открыл Телеграм, нашел какое-то одно из предложений. Мы пообещали, все легально, все нормально за работа будет. Ну, чуть выше среднего. Ну, и в первый же вечер он был вынужден провести ночь в отделе полиции, общаться со следователем, стать фигурантом уголовного дела. Очень неприятная ситуация, в том числе и для него. Другое дело, что он себя проявил тоже с хорошей стороны, поняв ту ситуацию, в которую он был впутан, то, что благодаря, ну, используя его, мошенники обманывали пожилых людей, это были бабушки, там, от 80 до 92 лет. Он все это осознал и помогал еще оперативникам в течение нескольких часов раскрывать аналогичные преступления, пресекать их. Вот поэтому хотел бы, наверное, обратиться к студентам с тем, чтобы они были осторожнее в том, что они, мы даже сами того не знаем, могут быть втянуты в такую противоправную деятельность. Ну и помимо этого, не только студенты, и преподаватели вузов зачастую становятся жертвами мошенников. Интересная специфика, чем умнее человек, тем, как правило, легче им попасть на ловку мошенника. Люди думают о том, что они все знают, они во всем уверены, их интеллектуальный уровень, он позволяет им так это считать. И среди потерпевших есть академики, академии наук, есть преподаватели иркутских вузов, есть учителя школьные. Везде нужно быть осторожным. Что касается студентов, если где слонку, что называется, подстелить, рекомендовал бы очень осторожно относиться к покупкам в сети интернет. Вот это первое. Частая история, когда молодой студент или девушка-студент покупает приставку или джойстик этой приставки, переводит деньги человеку и даже не ожидает того, что на той стороне мошенник настроен на то, чтобы завладеть этими деньгами. То есть молодые люди тоже отличаются, как и пожилое население, да, излишней немного доверчивостью, где-то наивностью. Сколько доверчивость, сколько самоуверенностью. Все люди, в настоящий момент больше 5000 человек в Иркутской области поставляли от мошенников в течение этого года. И все эти люди считали, что эта история с ними никогда не произойдет. И они ошиблись. Они же, к сожалению, не ошиблись. Скажите, ну, это может быть, позвучит немного цинично, но какой средний чек у мошенников? Можно вот какое-то такое примерное, ну, вот в среднем, вы сегодня назвали разные суммы, ну, насколько бывают, например, крупные обманы, то есть на очень крупные суммы? На этой неделе у нас был один из рекордсменов. Не хотелось бы, конечно, говорить такими терминами, но действительно человек столкнулся с очень-очень сложной жизненной ситуацией, когда, поверив мошенникам и выполняя всех требований, он оформил у себя кредиты на 9 миллионов рублей. Ну, много лет. Но на его месте может быть и студент, да? Ну, студентам, наверное, такие кредиты не дадут. Кредиты не выдадут, но они могут уже, то есть есть мнение студента, что да, у меня и денег нет, меня мошенники не возьмут. Но в виде кредитных схем это возможно. В том числе. И у нас была история, когда студент, который выиграл грант на свою научную деятельность, ему также позвонили мошенники, деньги гранта вместо других целей, вместо его развития и учебы ушли мошенникам. Осторожным нужно быть всегда, конечно. Да. Скажите, куда обращаться в случае, если вы стали жертвой? Вот центральный банк может пожаловаться, или куда нужно обратиться, если ты понял, что тебя обманули? Или никуда не обращаться? Ну и ладно. Нет, ну в первую очередь, да, разных видов мошенничества. Если мы будем разбирать, например, если это, если вы потеряли, например, карту, да, то, конечно, в первую очередь нужно ее заблокировать, позвонив по телефону, который указан на обратной стороне карты. Поэтому нужно телефон этот иметь всегда под рукой, либо записан в телефоне, либо еще где-то в отдельном месте его хранить, чтобы быстро среагировать и позвонить банк. Далее нужно, если уже какие-то действия совершались, да, например, с списания, с карты, то написать заявление в банк о несогласии с этой операцией, во-первых, взять в песку банки о том, что были какие-то списания произведены, да, и обратиться в органы полиции. И вообще это важно, наверное, все-таки о любых суммах, обращаться в органы полиции, чтобы была статистика, да, то есть мы тоже проводили как-то мероприятие, и как раз вот наши органы МВД жаловали, что очень мало поступает вот как раз вот обращений. Обращений, да. Почему? Есть, ну, тоже общался с потерпевшими, есть мнение, что, да, ну, действительно, эти преступления раскрываются очень тяжело. Процент раскрываемости невысокий, но, тем не менее, он с года в год растет. И если раскрываются преступления, то ведь мошенники, это же, как правило, серийные преступники, они одно преступление не совершают. И потянув заодно раскрывается целая цепочка, целая сеть такого рода преступлений. И вот тут оперативники зачастую сталкиваются с такой ситуацией, когда никто не заявлял. Ну, то есть они видят, что вот движения по карте были, столько-то денег было переведено. И вот от этого человека. И доходит до того, что оперативники сами звонят, честно, потерпевшим, говорят, пожалуйста, придите в полицию, расскажите, заявите о том, что было. Он говорит, мне неинтересно, я уже не хочу этим заниматься. То есть люди, потеряв деньги, не рассчитывают их вернуть и смиряются со своей потерей? Ну, тут с психологической точки зрения действительно очень тяжело. Во-первых, стать жертвой мошенника, наверное, это некий удар по самолюбию. Самолюбию? Это стыдно, да? Ну, тем не менее, надо понимать, что жертвой мошенников становятся люди, которые подвержены убеждению. А все мы подвержены убеждению. Это может быть не то, что ты там где-то недосмотрел. Ситуация так повернулась, что в этот момент ты был с просонья, например. Часто звонят вечером или утром. Или какая-то жизненная ситуация произошла, когда ты был встревожен. И ведь они же действуют исключительно на самых человечных качествах идей, на чувствах. Чувствия страха. За своих близких, да? За своих близких, родственников, чувства за свои деньги. Иногда, если там говорят, например, есть такое вид мошенничества, когда присылают какое-нибудь сообщение, что вы выиграли что-то внезапно. Хотя человек нигде ни в чем не участвовал. Тем не менее, видя крупную сумму, думая о том, что вот она под рукой, человек думает о том, что действительно остался шаг. И дальше там постепенно-постепенно сначала переведите 100 рублей, переведите 200 и так далее. Опять же, с учетом различных государственных выплат, мы говорим, что была серия мошенничества, когда приходило, например, сообщение о том, что вам положено выплата, перейдите на сайт, посмотрите внимательно. Там сайт был стилизован под несуществующий, конечно, государственный орган, стилизованные изображения там были. И якобы для проверки, сколько вам положено выплатить, введите, пожалуйста, данные, фамилии, имя отчества, свои паспортные данные и карточку с обратной стороны тоже CVC-код приложите. Естественно, совершая такие действия, человек передавал все эти данные мошенникам и неизвестно, что потом совершалось в своих счетах. Скажите, вот недавно встретила ситуацию, 20 лет у нас меняют люди паспорта, да, и как раз наши студенты этим занимаются. И вот красивая девушка в Инстаграм выложилась свой паспорт. Вот смотрите, я получила паспорт, какая я хорошенько получилась на фотографии. Вот скажите, пожалуйста, это как бы вот, что можно сказать вот о таком акте самолюбования? Ну, свои персональные данные, конечно, нужно держать в секрете, даже копии документов нужно уничтожать, если где-то они вам больше не понадобятся, никогда не оставлять где-то на видных местах, ну, для того, чтобы как раз и не было возможности воспользоваться. И хотела тоже еще пояснить, да, вот это вот как раз вот техника, называется троянский код, возвращаясь к предыдущему нашему разговору, да, то, что когда злоумышленник, как раз вот действуя не только на том, что на страхе, да, в том числе и на любопытстве, да, то есть, возможно, какая-то информация о каком-нибудь сотруднике, да, если это какая-то компания, и приходит просто фишинговое письмо, где ссылка на сайт, и как раз вот на этом сайте, возможно, вредоносный какой-то код, который позволит получить всю личную информацию для того, чтобы иметь доступ и в том числе к онлайн-банкингу и так далее. Все пароли скачать и так далее. Еще хотела тоже вот обратить внимание студентов, да, когда вы, все мы сейчас пользуемся сотовыми смартфонами, вернее, скачиваем приложения, но не только на смартфоны приложения, и на компьютеры, и на другие гаджеты, и обращайте внимание, когда вам выскакивают сообщения, доступ к смс, доступ к геолокации, то есть вот задумайтесь, для чего, например, ну, утрируют, тетрис устанавливать, и зачем им доступ к смс, да, вот этому приложению. То есть даже через вот эти вот наши приложения, через которые мы скачиваем, там, Apple Store, либо Google Play, да, можно скачать вирусное приложение, которое позволит мошенникам получить доступ ко всей личной компетенциальной информации. Вот, ну и про документы, конечно, еще раз, да, говорю, что все в секрете, карту ни в коем случае нигде не показывать, никому не отдавать вне поля видимости, да, то есть расплачиваться где-то за шторкой, отдавать, например, если где-то в кафе или в ресторане, ни в коем случае нельзя, то есть, ну, две секунды сфотографировать с обеих сторон, и можно получить доступ к вашим средствам на карте. То есть у меня вот тогда, знаете, к вам такая просьба, да, вот вы у нас люди, которые как раз вот занимаетесь регулированием там сферы, видите все эти случаи, какие меры предосторожности, вот такие, знаете, раз, два, три, вы бы вот четко сказали нашим слушателям, тем людям, которые бы не хотели, чтобы их деньги, заработанные деньги, да, небольшие деньги, возможно, еще, да, у студентов, но не попали в руки людей, которым все равно, чьи это деньги, главное, это их доход. Главный совет здесь – это дать себе передышку. Что бы ни произошло, если только разговор заходит о деньгах, нельзя действовать поспешно. Выдохните, задайте себе пару, тройку вопросов. Первый – это сколько денег я могу потерять, если я вот сделаю вот эти действия? Могу ли я верить человеку, который мне позвонил? Могу ли я быть уверен, что он именно тот, кем он представился? Вот это, наверное, основные вопросы. Ну, и если ты уже попал в ситуацию? То сразу, в первую очередь, звони в банк, предупреди о том, что нужно, вот это неправильная сделка, что-то пошло не так, тебя пытаются обмануть, и ты переживаешь свои деньги. Скорее всего, так все будет блокировать. Если ты успеешь, а если нет, то в любом случае дальше. Заявлять. 120 мобильного телефона – это номер полиции. И заявить о факте мошенничества. Чем больше будет такой, наверное, информации, да, вот эти способы мошенничества, которые обновляются постоянно, они, как говорится, опережают даже иногда, да, наши предположения. Но чем больше мы их выявим, и тем больше мы открыто об этом будем говорить, то, наверное, вот как раз мы будем снижать, ну, конечно, может быть, сейчас финансовые мошенники нас слушают, и, как бы, да, и задумываются о том, что, ой, о нас говорят, то есть, соответственно, повышают бдительность граждан. Но мне кажется, это и как раз меняется нашей целью, чтобы молодые люди свои деньги в начале пути зарабатывания, они их сохранили, сберегли и применяли, ну, все методы своей защиты, своих денег, вот от этой армии. Действительно, Елена, я согласна, это армия мошенников. А скажите, а где можно ознакомиться с информацией? Мы сегодня, конечно, в рамках нашего эфира все способы мошенничества и не имели целью назвать. Назвали самые популярные, самые такие, по которым большие затраты. Где можно ознакомиться с информацией, ну, чтобы понимать, какие варианты вот сейчас существуют? Может быть, есть какой-то сбор такой информации? Да, ну, у нас, я хотела бы прорекламировать, уже неоднократно это делали, да, это страница в Инстаграм, стопмошенник38, где собирается актуальная информация по видам мошенничества, в том числе, которые происходят в Иркутской области. Кроме того, на сайте Банка России, финансовая культура, указаны также ситуации, люди сами описывают свои ситуации, какие с ними произошли, именно со злоумышленниками и далее способ решения, и можно также ознакомиться. И, я думаю, еще у Александра, я думаю, тоже собирается большая статистика, где вы... Конечно, сегодня уже, я думаю, что сложно не увидеть информацию про мошенников. Мы почти ежедневно информацию в СМИ предоставляем, также в наших социальных сетях, это группа ВКонтакте, группа в Инстаграм, МВД38 видео, там все актуальные способы мошенничества всегда опубликуются, достаточно оперативные, там можно узнать самые свежие и необычные схемы. Потому что мы даже вот в разговоре с вами, мы утрируем ситуацию, мы ее сильно упрощаем. Когда звонит реальный мошенник, его очень сложно отличить от настоящего сотрудника. Их схемы на то и направлены, что они очень убедительны. Нужно быть осторожным и понимать, что вот все, что касается денег, трижды подумать. Трижды подумать, прежде чем хоть какую-либо операцию сообщить или какую-то информацию. Да, и не переходить ни в коем случае, ни по каким ссылкам, которые где бы ни приходили, И не отвечать на нигерийские письма, да, обещающие вам огромное наследство. Не перезванивать по телефонам, которые приходят в смс или в электронной почте, о всевозможных ситуациях, которые предлагаются, в том числе и выигрыш, в том числе и получение какой-то помощи, не знаю, даже в период пандемии и так далее. То есть вот это вот очень важно. Быть осторожным. Быть осторожным, да, и не верить никому. Особенно лучше перепроверить, то есть если какой-то звонок поступил, положить трубку, подумать и перезвонить действительно в какой-то орган государственный, либо это банк, либо еще какая-то госструктура, и удостовериться, действительно ли такая ситуация произошла и все ли в порядке. Ну и по сайтам, таким как Авито, Дром, тоже сейчас многими пользуются. То есть быть вообще просто суперосторожным, супербдительным, ни в коем случае не переводить предоплаты, да, не переходить по ссылкам, которые направляет вам какой-то посредник, кто продавец, будь то продавец, либо вы продаете, да, и покупатель вам сбрасывает ссылки, например, для оплаты и так далее. Это, ну, 99,9% фишинговые сайты, не переходить в разговор в мессенджеров, в социальных сетях для того, чтобы… В основном, не на вайберничек. Не, да, вот как раз вот то, что касается вот этих вот платформ, которые по продажам сейчас… Действительно, студенты являются пользователями этих платформ, потому что там можно купить товар подешевле, хочется сэкономить, да, интернет-магазин хочется сэкономить, и, соответственно, вот здесь как раз нас и ждут, да, мошенники, которые прекрасно это все понимают, это человеческие качества. С хорошим оборудованием. Да, с более средствами, да, поэтому нужно быть очень внимательным. Итак, я думаю, что мы подведем, да, итог сегодняшней встречи, она была небольшая, но я надеюсь, что студенты, прежде чем действительно расставаться со своими деньгами, рассчитываясь с какими-то вот непонятными людьми, да, которые их очень убеждают это сделать, они все-таки вспомнят, возможно, наш разговор и подумают, что стоп, стоп, мошенник, да, я перепроверю информацию, просмотрю, и только потом буду совершать эти какие-то свои финансовые действия. И спасибо вам за то, что, во-первых, собираете информацию, и тоже хотелось бы студентам сказать, что это не информация для того, чтобы это копировать и тиражировать, вас уже предупредили, да, уголовная ответственность и так далее, а это информация для того, чтобы вы знали. Знаешь, значит, ты вооружен против этих финансовых мошенников, и будьте осторожны, внимательны. И еще, знаете, такой посыл, наверное, к студентам, если вы видите случай мошенничества, да, вы видите, когда на ваших глазах, там, возле банкомата кого-то обманывают, и человек делает нетипичные операции, просто поинтересуйтесь, предупредите, помогите тем людям, которые не совсем финансово грамотны в этом вопросе, да, и поддаются на уловки мошенников своим родственникам, это надо объяснять, и заниматься вот именно этим финансовым просвещением, и ту информацию, которую мы получаем, как молодые люди, да, из всех информационных источников, это доносить и до тех людей, которые этой информацией не владеют. При этом с вами, да. Александр, Елена, спасибо большое. Я думаю, это не последняя наша встреча, потому что действительно мошенники совершенствуются, нам надо их догонять, и желательно бы еще и опередить, и предупредить их действия среди и молодых людей, и их родителей, и бабушек, и дедушек. Спасибо большое.